Добрый день, дамы и господа, преимущественные господа, потому что сегодня у нас ни много ни мало обзор велосипеда. Неожиданно, да? И не просто велосипеда, а велогибрида с моторчиком, почти как Карлсон. Немного не свойственно для меня. Зачем я это делаю? Сейчас объясню. Когда мне нужно было выбрать велогибрид для себя, я, разумеется, полез смотреть отзывы, видеообзоры и что я увидел. Картинка красивая, вот то, чего я делать не умею. Красивая вылизанная картинка. Но в целом все эти обзоры можно было разделить на два типа. Первый – это рекламные заказные ролики, где человек просто рассказывает, вот, смотрите, модель такая-то, разгоняется до такой-то скорости, имеет такие-то там тормоза, то-сё, да? Первый – рекламный буклет. Второй тип – это когда человек обозревал велосипед из разряда, взял у друга покататься или купил себе сам, проездил целую неделю, ну, это максимум, обычно там суток хватало, и теперь я вам о нём всё расскажу. По факту оба, два вот эти варианта друг от друга сильно не отличались. Я же хочу вам немножечко рассказать о том, о чём обычно не рассказывают. Во-первых, с точки зрения человека, который в велосипедах разбирается очень посредственно, я человек, для которого слово, словосочетание «натянуть монетку на петушок», да, или наоборот, это скорее какое-то такое пошлое ругательство, нежели инструкция к ремонту. Во-вторых, с точки зрения человека, конкретно на этом, наверное, вы сейчас его не видите, конкретно на этом агрегате, проехавшего 860, кажется, километров вот на данный момент, 886, да, как раз до этого домой будет 900. 900 километров – это немало. Катался я на нём в течение 6 месяцев. Я расскажу конкретно, что он может, чего он не может, в чём его плюсы, в чём его минусы, что придётся докупать, что на ходу отвалится, да, и такое тоже случается. И, глядишь, кому-то это точно пригодится. Ну что ж, сразу хочу сказать, что если вам кажется, что я лью воду, то, пожалуйста, обратите внимание на тайм-коды, не стесняйтесь ими пользоваться, но всё-таки я начну с теории. Так, я начну с теории, а теорию я забыл, не привык ещё к такому. Думаю, вы без меня прекрасно знаете, что такое велогибрид. Если вдруг не знаете, то это гибрид велосистемы с электрическим мотором, собственно говоря, который в теории должен помогать крутить вам и далее. В теории, потому что есть разные модели на практике, да. Конкретно эта модель, фирма L-Track и модель XT 850 New. Сейчас самое время написать, что мне заплатили за рекламу знатоки YouTube-бизнеса, да. Так вот, ещё раз давайте для закрепления скажу, что я далеко не профессионал, я слабо в этом всём разбираюсь. Если будут какие-то фактологические ошибки, не бомбите, да. Просто напишите в комментариях, поправьте, если хотите. Возвращаясь к теме. Так вот, конкретно этот велосипед сделан на базе Горного. Это значит, что у него хорошая проходимость не только по штрассе, но и по Нихт-штрассе. Как раз-таки сейчас я нахожусь в лесной глуши, 20 км от дома, и даже здесь нашли, где пошуметь. Надеюсь, вы этого не слышите. И теперь я плавно перехожу к теме, а на кой чёрт вообще вот это вот всё нужно. Боюсь, этот вопрос вы должны решить сами для себя, как обычно. Здесь вопрос такой неоднозначный. Консольщики воюют с ПК-шниками, да, а велорайдеры, как они говорят, настоящие велорайдеры, воюют с адептами вроде меня, которые приобрели такие вот агрегаты. Я могу лишь дать несколько рекомендаций. Во-первых, если вы конкретно профессиональный такой гонщик, причём гонщик-трюкач, который преодолевает на скорости какие-то большие расстояния по пересечённой местности, гористая местность, там ещё что-то такое, этот велосипед не для вас. Конечно, с мотором проще подниматься в горку, но поверьте, это не панацея. И на самом деле для трюкача, для велосипеда для трюков он слишком тяжёлый, 21 килограмм, ребят. Вам бы вот 10-15 максимум. Значит, далее, если вам важны физические нагрузки, конкретно мышцы ног, мышцы пресса или ещё там, ещё качается понятие с ними, честно говоря, всё равно, то это тоже не для вас. Конечно, самый главный аргумент противников подобного транспорта в том, что, а чё там вообще дело, там даже педали крутить не надо. Сразу видно профессионалов. Собственно говоря, само даже название велогибрид подразумевает то, что педали там есть, а значит, крутить их надо. А на самом деле многое зависит исключительно ведь от восприятия, да, от восприятия самой этой идеи. То есть, если вы считаете, что вы помогаете своему велосипеду крутить педали и ехать, то, конечно, такое не для вас. А если велосипед, наоборот, помогает вам ехать и крутить педали, то это уже совсем другое дело. Ну да ладно, продолжим. То есть, для людей, которые приверженцы здорового образа жизни, им важны именно физические нагрузки на ноги, такой велосипед, наверное, всё-таки тоже не подойдёт. Хотя вопрос спорный. Никто же не заставляет конкретно включать мотор. Можно ехать с выключенным мотором. При этом у тебя, получается, тяжёлый семискоростной велосипед, который довольно-таки непросто вести. И ноги ты тоже накачаешь. Но всё-таки суть немножечко не в этом. Ну и что ещё можно сказать? Если вы любитель повыпендроваться, если вы любитель показать на кого-то пальцем и сказать, обколются своими велогибридами и балуют друг друга под хвост, тогда эта модель, ребят, тоже не для вас. А то ещё вдруг, не дай бог, кто-нибудь вас заподозрит в гедонизме. То есть, надо покупать нечто удобное для себя. Ну как так можно? Теперь давайте поговорим о такой нейтральной полосе, о финансовой. Не нужно думать, что велогибрид – это удовольствие для совсем уж сильно обеспеченных людей. На самом деле, раньше так и было. Сейчас уже давно нет. 2020 год. Появилась огромная прорва моделей, потому что пошёл спрос, пошло удешевление. И сейчас в пределах 30 тысяч рублей вполне можно купить очень неплохой велосипед. И для этого даже не обязательно заказывать его с сомнительного Алиэкспресс у не менее сомнительного китайца. Да, я сказал 30 тысяч рублей. Я не знаю, что это за повальная мода у блогеров сейчас в русскоязычном сегменте, все цены называют в долларах. Но если вы по-другому мыслить не умеете, то просто, не знаю, там вбейте или в голове у себя там на калькуляторе. Посчитайте, пожалуйста, сами, хорошо? Вот. В пределах 30 тысяч рублей. Конечно, кто-то скажет, что это большая сумма. Я соглашусь, сумма эта не маленькая, но что-то мне подсказывает. Слушайте, да зачем так громко в лесу музыку включать? Они-то мне глохнут, нет? Впрочем, ладно. Сумма такая, она обусловлена тем, что, наверное, дешевле 30 тысяч велосипед сейчас брать вообще смысла нет. То есть даже не с мотором, а с самой обычной. К сожалению, личный опыт уже есть. Велосипед, который я взял за 20 тысяч два или год назад, уже не помню, развалился на ходу через 9 дней езды. Развалился на ходу. Так вот, медленно подходим к теме, кому же, в принципе, подойдет этот самый агрегат. Все очень просто. Если вы любите путешествовать так, как я, этот аппарат, он просто создан для вас. За то же самое время, какое вот тратили для поездок из точки А в точку Б на обычном велосипеде, за то же самое время и с теми же самыми усилиями вы уедете гораздо дальше. Они зависимы, причем, от рельефа. Разумеется, самые крутые горы, ну, здесь он не панацея, но, как правило, в такие горы можно зайти пешком. Не страшно. Вряд ли вы на Эверест будете забираться, да, с этим своим железным конем под боком. Вот. А все остальные, невысокие, пусть даже долгие горки там, да, ухабы, вот такая вот пересеченная местность, все легко преодолевается на моторе. В связи с этим, если у вас гористая местность, допустим, живете вы там в деревне или в поселке городского типа, то вы явно оцените велогибрид. Если у вас рядом какой-нибудь неплохой парк с хорошими дорогами, тем более, если они ровные, для покатушек, да, если у вас велодороги, я слышал в Беларуси много таких, да, то можете спокойно его брать, он вам очень, мне кажется, придется по душе на таких трассах. Если есть парк, но он далеко от вас, ну, там, не знаю, пешком полчаса, час, все равно велогибрид будет вам кстати, потому что с ним вы очень скоро заметите, как расстояние, в принципе, для вас начали сжиматься. И то, что раньше у вас занимало реально час езды там, теперь вы сможете преодолевать за полчаса, за 20 минут. Вот, к примеру, я лично доезжаю до родственников за 55 минут. Столько же занимает езда на маршрутке. Разумеется, на машине будет быстрее, так с этим никто и не спорит, речь же о велосипеде. Да, если вам хочется попробовать что-то новое, то, пожалуйста, попробуйте. Этот аппарат тоже фактически создан для вас. Удобная, интересная езда. Плюс ко всему, если так сильно хочется дать нагрузку ногам, пожалуйста, я уже сказал, отключайте моторы, давайте. Без электромотора это довольно-таки тяжелый и непростой в управлении семискоростной, 20-килограммовый, 21, да, ну, округливый, 20-килограммовый велосипед. И я скажу так, сейчас же все спортивные велосипеды, они стремятся к уменьшению веса. И педалировать какой-нибудь 20-скоростной, 10-килограммовый я пробовал легче, чем 20-килограммовый и 7-скоростной. Так что отсутствие или наличие нагрузок – это, в первую очередь, выбор всадника, а не велосипеда. Еще раз напоминаю, вы едете на велосипеде, велосипед везет вас, а не вы катите велосипед. Не забывайте это никогда. Вот. И последнее. Если вам кажется, что это блаш, то, ну да, это блаш. Но вы же ездите на машинах, так, и не на лошадях, не на ишаках, и не ходите пешком, часами в один конец. Стираете явно не руками. Тоже блаш. Почему бы и нет? Также сейчас хочу еще мельком пока что заметить, попозже вернусь к этой теме, что этот велосипед, в принципе, велогибрид любой, наверное, не подходит для того, чтобы по-быстрому съездить в магазин, закупиться и вернуться. К сожалению, не подходит. Позже скажу почему. Ну, а теперь немножко ближе к телу. Первое впечатление от поездки у вас, скорее всего, будет исключительно положительное, просто по той причине, что вы пока еще ничего подобного не пробовали, но не спешите сильно радоваться. Как я уже говорил раньше, без мотора это простой велосипед с семью скоростями. Скорости самые обычные, механические, переключается при помощи стандартных монеток. А вот мотор это уже нечто более интересное. В принципе, конечно, можно вообще ездить, не включая двигатель, но мы же его не для того купили, правильно? Активируется этот гаджет на кнопку вкл. У прошлой модели все было не так удобно, должен признать. Тут же есть дисплей с подсветкой, видно даже ночью. На нем отображается скорость, а также общий километраж самих ваших поездок, всех вместе. И при переключении текущий километраж, а также время текущей поездки. Тут сразу скажу, есть такое неудобство. Циферблат примитивный, умещает только 4 цифры. То есть, дойдя до 99 минут, 99 секунд, отсчет пойдет с нуля. То же самое, я думаю, будет касаться общего километража. Впрочем, если вы наедете 9999 километров, я думаю, что на вас в тот момент просто развалится. Впрочем, ладно, кто знает. И кроме того, должен сказать, что через 10 минут без действия двигатель выключается. Соответственно, выключается циферблат, и он не сохраняет в памяти текущие данные. То есть, общий километраж всех поездок он сохраняет, а текущей данной нет. Следовательно, если вам принципиально важно засекать время поездки, лучше делать это при помощи смартфона. Ну, или на худой конец на часах. Кнопками регулируются режимы поездки. На нуле мотор в вашем путешествии вообще не участвует, поэтому может включить дисплей, чтобы он считал километраж. Все же важно знать, сколько вы уже накатали. Сразу хочу вас успокоить. Тут такая хитрая система. И фонарь, и дисплей жрут очень мало и питаются зарезервированной специальной энергией. То есть, если у вас сядет аккумулятор, фонарь и дисплей, соответственно, продолжат работать еще минимум часа полтора. Ну так вот, в режиме 1 и далее мотор уже поддает энергию. И в этом весь кайф. Он будет давать ровно столько ускорения, чтобы, так сказать, скорость движения не превышала 20 км в час. Чтобы ехать быстрее, крутите уже сами. На второй скорости, на втором режиме скорость будет уже держаться в районе 25, на третьем 30, на четвертом 35, на пятом максимально 37. Честно говоря, вообще не понимаю, для чего нужна пятая. Как-то вот смысл ее существования от меня ускользает. На самом деле, гнать на таких скоростях, это, ну, немножечко, я бы так сказал, опасно. Тем более по пересеченке. Да, тем более с горы. Я про это, потому что я вообще молчу. Вот. Ну и плюс ко всему, если там разница была в 5 км, то здесь в 2. Почему в 2? Ну, потому что 37 – это предел. Дальше мотор вас просто везти не будет. Это сделано на программном уровне. Как-то там все заблочено. В теории, конечно, вы можете попробовать это все разблокировать, но зачем вам это все надо, я не понимаю. Я сам, как правило, езжу на скоростях 25-30 км в час. На 35-37 это, извините меня, уже мопед. Да и батарея будет жраться довольно-таки быстро. Ну и кроме того, есть, обратите внимание, ручка газа на правой ручке руля. На самом деле, очень полезная вещь. Например, иногда я гуляю с другими райдерами, и мы, в общем-то, едем медленно. И даже без мотора, на малой скорости, я все равно еду быстро относительно других. А тут просто чуток, прям чуть-чуть совсем ручку на себя повернул, и медленно так, будто вот плывешь на лодке. Также, чтобы стартануть, достаточно просто дать немножко газку, и уже потом поставить ноги на педали, или вовсе запрыгнуть на велосипед. Это удобнее, чем ставить педали в нужное положение, потом толкаться носками. Хотя, разумеется, от случая к случаю. Еще есть опасные моменты с человекопотоком. То есть, иногда, чтобы удачно лавировать, между мечущихся от тебя, как от черта лысого прохожих, приходится пользоваться ручкой газа. В целом, никто не мешает вообще пользоваться только ей, и не крутить педали вообще. Однако, ну, так батарея долго не протянет. Лучший вариант – крутить педали вместе с ней. И тогда с энергией все будет в полном порядке. Вопрос, который волнует, наверное, многих. Надолго ли хватает батареи? На мой взгляд, надолго. Я обычно езжу на скорости 30 км в час. Это третья передача. Да, третья. И этой поездки, как раз-таки, в таком режиме хватает километров в среднем на 50. Примерно так и заявлено в технических и характеристических велосипедах. Хотя, что-то мне подсказывает, что я сейчас немножко ошибся, и заявлены там совсем другие цифры. Я постоянно вижу с теми же характеристиками велосипеда, где заявлено 70 километров, 100 километров. Ребят, не верите, это уже бред. 100 километров – это дурынду вас не увезет. 70, скорее всего, тоже. Если только вы будете время от времени включать мотор, а всю дорогу будете крутить педали сами. Вот. Тогда, возможно, да. Возможно, там 60 она вам вытянет. Возможно, даже 70 пусть. Ну, а в целом на моторе, на второй, третий – 50. Обычно этого хватает. Мне, например, скажем, доехать до Росников – это 13 километров в один конец. То есть 26 туда-обратно хватает. Без подзарядки два раз ездить туда-обратно. Как по мне, этого вот так вот хватает. Я даже больше скажу. Потом еще и сверху немножечко так остается. Однажды я, кстати, попытался провести такой следственный эксперимент и катался в парке в течение 7 часов подряд на моторе на третьем и четвертом режимах. Иногда даже чисто вот на ручке, чтобы посмотреть, вот, насколько же ее вот хватит. И эта попытка ни к чему не привела. Я задолбался быстрее, чем она села. Да и вообще. 11 ночи уже было. Домой пора. Ну, то есть для путешествия или для быстрого преодоления умеренного расстояния этой самой батареи, этого гибрида более чем хватает. За 6 месяцев поездок я разрядил его в ноль дважды. И то оба случая были связаны в том числе с тем, что я попросту, ну, не заряжал их дома до конца, потому что либо спешил, либо потому что было лень. То, что ты можешь себе позволить не заряжать мотор из-за лени, и все равно он будет довольно долго тебя возить, по-моему, это замечательная характеристика. Ну, а теперь, наверное, самое интересное. Об опыте использования. Вот представьте, что вы, как я, вы абсолютно не разбираетесь в велосипедах. Вы лох. Такой велолох. Если бы это у меня была такая рубрика, я бы ее так и назвал. Велолох. Вот вы особо ни в чем не разбираетесь. Вот вы заказали себе вот эту прелесть. Ну, если вы живете где-нибудь в Москвобаде, то, конечно, скорее всего, вы можете просто, так сказать, кинуть деньги вот так вот на кассу, тут же его оседлать и поехать. Но если вы живете на планете жопа мира, как я, то, скорее всего, вы будете его именно что заказывать. И вам придет огромная, здоровенная такая, знаете, коробка. Простите, не привез с собой, честно говоря, и сразу же выкинул, потому что держать такую громадину даже на балконе, по-моему, это неуважение к балкону. Ну, так вот. Я очень долго боролся с таким, знаете, противоречивым чувством. На коробке было написано 47 килограмм, а вес велосипеда указан как 21. Проблема в том, что он по ощущениям реально как полцентнера, но это все же не так. Он, наверное, просто неудобно, если его нести конкретно в руках, а я ношу его на четвертый этаж сам. Все-таки вес 21 килограмм. Это много для обычного велосипеда. Крутить педали на нем тяжелее, чем на 10-килограммовом, понятное дело, или даже на 17-килограммовом. Опыт есть. Но у нас все-таки есть мотор. В коробке он приедет с отсоединенным колесом и выкрученным рулем. Когда я увидел эту раскоряку, я, знаете, чуть не заплакал. Это был мой первый опыт сборки велосипеда, пусть даже частичный. Ну и вот, мы его, значит, так собрали. Он весь блестит, переливается, да, отражая солнцесвет. Можно ли на нем сразу ехать? Это очень важный вопрос. Не надо сейчас смеяться. Да, на нем можно сразу ехать. По крайней мере, мне лично повезло. У меня это можно было сделать. Только предварительно, конечно же, нужно проверить, все ли нужные болты надежно закручены. Просто у меня уже есть неприятные. Опыт покупки, я уже сказал, да, обычные велосипеды, которые через 9 дней, или 10, уже точно не помню, через 10 дней езды буквально начал разваливаться. Просто на ходу. И я открыл для себя дивный новый мир, в котором ты не можешь просто взять и купить велосипед, сесть и поехать. Ты не можешь купить машину, сесть и поехать. Нет, ты должен под нее лечь и ремонтировать. Если ты хочешь купить смартфон, начни разбираться в смартфонах. Процессоры изучи, процессы, техпроцессоры. Если хочешь купить телевизор, выучи, что такое 8-битная матрица, 10-битная матрица. Потому что, к сожалению, все строится сейчас, вы сами знаете, по схеме. Вот мы тебе продадим, ты, главное, купи, а дальше делай, что хочешь. Развалится он тебе, прям под тобой плевать. Ты, главное, купи. А развалится и приди еще один, купи. Вот. Поэтому, к сожалению, я вот в том числе был неприятно удивлен подобным вот фактом. Ну, то есть для неразбирающегося в этих всех премудростях обычного покупателя, да, это такое неописуемое по себе, скажу, разочарование. Ибо мало того, что ты заплатил деньги, совсем не малые деньги, за агрегат. Ты еще заплатишь деньги потом за диагностику, а может быть, даже сразу за ремонт. Или временем заплати, а то и все вместе сразу. К счастью, в этот раз, вот в моем случае, все было в норме. Рама из алюминия, то бишь, аккуратнее с литолом, чтобы потом не получить холодную сварку. Тормоза здесь гидравлические. Со старта они работали просто великолепно. Очень чувствительные, вот, резкие. Через неделю задние колодки, это, наверное, уже традиция, начали скрипеть, как тормозящий на вокзале поезд. Я понимаю, что сейчас, наверное, вот даже в самой какой-то мелкой, незначительной луже растворена всякая дрянь, типа, там, бензина, керосина, еще какое-нибудь дерьмо. Вот, но не до такой же степени. Впрочем, должен сказать, что тормозные колодки, особенно почему-то задние, по какой-то причине, это, наверное, одно из самых слабых мест любого велосипеда вообще, у которого тормозная система основана на тормозных колодках. Опять же, предыдущий велосипед точно так же через неделю начал скрипеть. Самое забавное, что все они начинают скрипеть именно задними тормозами. Я не знаю, с чем это связано. С тех пор, как задние начали гудеть, как паровозик Томаса, просто не знаю, чем это еще сравнить. Не знаю, как прилет шаттла Дарта Вейдера. Я начал пользоваться передними тормозами и пользовался ими, наверное, в течение месяцев четырех минимум. И знаете, они до сих пор не гудят. Они вот только сейчас немножко раскалибровались, и то-то только потому, что я, наверное, полмесяца уже их никак не калибровал. В целом, с ними почему-то все в порядке. С задними беда. Я долго думал, что я делаю не так, в каком месте у меня кривые руки. И пришел к неутешительному выводу, все я делаю так. Просто это не у меня руки кривые. Просто такие вот херовые ставят тормоза. Поэтому здесь не так все плохо, как может, наверное, быть на каком-нибудь другом велосипеде. Но и далеко не предел мечтаний. Будьте морально готовы к тому, что вам очень скоро придется менять колодки, как минимум, задние. А, возможно, даже и передние. Ну, с другой стороны, лучше просто колодки, чем колодки и ротор. Да? Так. Значит, сама тормозная система постепенно начала терять свою резкость. Спустя 6 месяцев мне приходится при езде немножко, так знаете, подергивать рычаг, чтобы прокачать масло внутри. Возможно, воздух попал. Интересно только как. Но чувствую, что придется систему вскрыть потом и масло прокачать по-нормальному. Но это, как я понял, не так сложно. В целом, особых проблем с тормозами вообще не было. Кстати, очень удобная фишка. При нажатии на тормоз срабатывает датчик, который прекращает подачу энергии. То есть, если вы едете на ручке газа и притормозили, велосипед остановится, пока вы держите тормоза. Очень полезная вещь. Почему? Потому что в окружении пешеходов есть опасность неожиданно для себя, в первую очередь, в вторую очередь, для пешехода, да, резко с тормоза газануть и протаранить кого-нибудь из них. Пешеходы. Пешеходы – это вообще, ребят, головная боль. Но вы уж не судите их строго. Многие просто непривучны правильно реагировать. Они часто просто идут, думая о своем, поэтому, да, они замечают вас, когда вы уже в метре от них, даже если смотрели они в вашу сторону, и начинают метаться. Ты вправо, они вправо, ты влево, они влево. В особых случаях еще и по матушке тебя, знаете, так, обратятся. Не буду уж тут в кадре говорить конкретно, что они тебе говорят. Опыт тоже есть. Всякое бывает. Это нормально. У коня есть электрический гудок, но он бесполезен. Сколько им не пользовался, его никто не слышал. Вообще никто. И реально, как в комедии. Вот вдруг из-за угла вылетел шаттл. Опа! Тут, кстати, можно использовать задние тормоза. Они куда громче, куда, блин, противнее. Ох уж эти человеки! Что еще можно сказать? Рукоятки. Они же грипсы. Они удобные. Вот эти выпуклости служат в теории для улучшенного кровообращения при езде. Не надейтесь на кристалли. Во время поездки останавливайтесь для питья и разминайте руки. Разминайте кисти, разминайте пальцы. Дайте крови пройти по ним. Но рукояти, да, удобные. Правда, непонятно, как они посажены. Я думал поставить рога дополнительно на руль, но не знаю, возможно ли на эту модель что-нибудь подобное насадить. Потому что часть правой ручки, как видите, это ручка газа. Сам руль держится прочно, не люфтит. Это радует. Вилка. Вилка, да. С вилкой все чуть сложнее. Она гайфит удары по переднему колесу. Ну, хотя у меня нет богатого опыта использования разных вилок. Чувствую, что может было бы лучше. Жесткость регулируется в теории. По факту есть функция вкрыл и функция выкал. Я ее включил и больше не трогал. Что удивительно, не скрипит. Иногда после долгих таких покатушек начинает немножко подскрипывать. Но я однажды, так сказать, проверил немножко. Оказалось, это переднее колесо чудило. Возможно, вилка тут вообще надежная, как чугунный мост. Хотя, наверное, не самая качественная. Обычная пружинная, судя по всему. Но тут я не уверен. Задняя амортизация отсутствует как класс. Это, ребят, называется у нас Hardtail. Что в переводе с нерусского на русский означает жесткий хвост. И поездив по таким вот ухабам, вы очень скоро поймете, что ваш хвост действительно стал очень жестким. В общем, ребят, если у вас будет шанс переплатить, ну, разумеется, не сильно там дорого, и взять не Hardtail с задней дополнительной амортизацией, пожалуйста, берите. Мы с моей жопой вам страстно рекомендуем сделать именно так. Потому что, конечно, можно привстать на ухабах, но это немножко неудобно. Нет, это вообще, ребят, неудобно. Ну, впрочем, раньше как-то катались и без этого. И без мотора, кстати, тоже, да. В общем, рассмотрите вариант задней амортизации, в случае чего жопу ваша скажет вам спасибо. Кстати, про жопу. Да, поджопник, оно же седло. Нареканий нет. Не круизная модель, но нормально. Как видите, за 6 месяцев только чуть-чуть немножечко облезла краска. Дело в том, что я на нем особо не сижу на сидюшке. Фиксируется она, кстати, надежно. Ни разу фиксатор не ослабевал за полгода. Рама. Ну, рама она есть, рама с ней проблем нет. Пропустим. Крылья. Вот, вот крылья, это отдельный разговор. Крылья отвратительные. Ну, то есть, на мой взгляд, я не сильно в этом разбираюсь, но на мой взгляд, они отвратительные. Вы поймите, со своей обязанностью защиты от грязи они справляются. Да, но, видите, вот этот вот держатель крыла. Кто-то из вас может узнать в нем обычный строительный уголок для полочки. Потому что это он и есть. Я не понимаю, неужели тут такой говеный металл? Хуже, чем в условной Икеа или сюда громадное количество вибраций идет. Вот, но вот эта дрепендюлька у меня сломалась. После месяца езды, даже, по-моему, быстрее. Прямо на ходу. Хорошо, хоть я заметил. Это было все-таки переднее крыло, а не заднее. Заднее просто бы не услышал. Уехал бы без него. И хорошо, что она мне в спица не попала. Оно. Вот тебе и алюминий. Вот. Далее я был обрадован вестью, что такие дрепендюльки продаются только в полном, так сказать, с полным набором крыла. Тысяча так за две-три. Сейчас. Взял уголок, просверлил дырку. Сверлить у меня негде гаража. Нет, сверлил на кухне чуть ли не в руках. Поэтому получилось криво, косо. Видите, крыло немножко смещено. Это не мешает, но все-таки не айс. Возможно, у вас получится лучше. Моразм, блин, какой-то. Время от времени от вибрации ослабевает крепление. Два раза за полгода было. Просто подтягиваешь шестигранником. Заднее крыло. У него какая-то странная система крепления. Посмотрите. Мало того, что к раме оно крепится, хоть и надежно, но через пень колоду, так еще и ему необходимо крепиться. Вот к этому вот, как это называется, к багажнику. Багажник. Багажник – это вообще отдельная история. Как-то еду, слышу такой жуткий дребельский ляск. Ну, думаю, все, мотор, колесо, того надо осматривать, обслуживать. Нет, оказалось, это дребезжит багажник. Делаешь вот так вот. Оп. И все. Замечательно. Не дребезжит. Хотел его было нафиг снять, ибо до этого я им пользовался по назначению раза два-три за все время. Это сейчас я нашел ему хорошее такое применение при помощи стяжек. Но выяснилось, что нельзя. Крыло крепится еще и к нему. И без него оно просто не держится. Прекрасно. Просто, блин, великолепно. Теперь, значит, кареточная система. Я уже говорил, что основной вес я переношу не на седло, а на педали. Поэтому они у меня сами такие страдальцы. И, должен признать, они неплохо справляются. Однако раз в неделю приходится подкручивать шатуны. Особенно левый, ибо, ну, просто ослабевает. Кстати, пробовал снять правый шатун со звездой. Походу, хрен там, а не снять. Прикипело все намертво. В целом, каретка тихая. Мотор, к слову, тоже тихий. Звука почти не издает. Вот вообще. Если ты крутишь педали, и трещотка при этом, разумеется, молчит, то тебя действительно иногда очень трудно услышать. И ты как ниндзя. Поэтому учитывайте это, когда будете шпарить посреди обычных, немоторизированных, так сказать, пешеходов. Всегда снижайте скорость, когда едете рядом с ними. Не лихачьте. Это вам кажется, что все очевидно. С их точки зрения все совсем иначе. Цепь. Цепь довольно качественная. Без замка. За 800 километров, ну, за 900 уже километров, не растянулась. Обычно их нужно менять после тысячи полутора километров езды. Вот тут вот велогибрид очень хорош тем, что запоминает, сколько в целом вы конкретно проехали. Что удобно для такого вот контроля обслуживания. Система переключения скоростей. Да, она немножко непонятная. То есть она удобная, ее хватает для всех нужд на конкретной этой модели. Вам тут, например, 21 скорость совершенно ни к чему. Семи вполне хватает. Зачем 21, когда можно включить мотор? Экономия на комплектации, на обслуживании. Потому что систему с кучей звезд обслуживать сложнее, чем с одной, да? Однако в один момент она вдруг стала перепрыгивать. Цепь, я имею в виду. Перепрыгивать через третью звезду. Наловчившись, я ее откалибровал и нормально. Через час та же история. Махнул рукой, думаю, ну, хер с ней. Через неделю она сама вдруг взяла и починилась. И теперь работает нормально. Короче, живет своей вот жизнью. Не исключено, что этот вилогибрид построен по системе звездной кузницы, когда машина ремонтирует сама себя при помощи темной стороны силы. Кто же знает-то. Ну, теперь, наверное, самое интересное. Колеса. Колеса могу только похвалить. Во всяком случае, шины хорошие. Сцепление радует. По характеристикам колес можете посмотреть на любом сайте, где продается такой же. Не буду застрять на этом внимания. Просто скажу, что так как это все собрано на базе горняка, то по персеченке эти колеса везут тебя хорошо. Но в центре внимания, конечно же, будет мотор, колесо и все с ним связанное. Тут все неплохо. Но, знаете, не идеально. Во-первых, сразу бросается в глаза то, что энергия у этой модели расходуется неравномерно. Когда вы крутите ручку, вы идете, условно говоря, от малого к большому. Плавно. Вот. Когда вы крутите уже педали на старте, энергия просто резко подается и все. Всегда в одном и том же, как я подозреваю, количестве. Независимо от режима, независимо от скорости езды. Хотя, наверное, все-таки зависимо от режима, но, то бишь, чем выше режим, тем больше энергии сразу дается. Это неплохо, но это нихрена неэкономно. Иногда лучше действительно стартовать уже с наката или при помощи той же самой ручки. Хотя, лично я этим вообще не заморачиваюсь. Но, если вы знаете, что дорога не близка, батарея лучше, понятное дело, экономить. Далее, после нескольких месяцев использования, я заметил, что при нагрузке на мотор колесо, оно начинает как-то потрескивать. Не электрический такой треск, а именно вот металлический. Иногда даже чуть-чуть скрежет, как такой двемерский старый механизм. Чувствую, придется его разбирать и пытаться понять его устройство самостоятельно, что и почему там и как работает. Потому что у нас в сервисных центрах таких вот нигде нет. Кстати, тоже важный момент при выборе велосипеда. Точнее, при раздумьях, а нужен он вам или нет. Да и не хочется мне доверять, а вы кому? Так тоже говоря, на чистоту, да? Вообще, если вы приобрели велосипед, будьте готовы выучить хотя бы базовые моменты ухода за ним. Смазка, очистка цепи, да, звезд, калибровка тормозов, калибровка передач. То есть это не так уж сложно, как кажется. Вот полное обслуживание вилки и мотор-колеса, вот это уже действительно сложно, и то не факт. Остальное вполне освояемо. Главное, подобрать нужные инструменты. У меня с этим небольшие проблемы, но проблемы тоже решаемые. Еще один немаловажный пункт из основного. Я немножко перфекционист. Это как немножко беременный. Я не люблю, когда что-то где-то трещит, шумит, гудит. Я постоянно езжу в наушниках, слушаю музыку, но для меня, как для перфекциониста, больного на всю башку, мне достаточно просто знать, что он, в принципе, скрипит. И даже не слыша этого скрипа, я буду постоянно отвлекаться мыслями конкретно на это. Должен признать, с этим, конкретно у этой модели, все в порядке. Никаких скрипов, тресков, в принципе, не наблюдается. Разве что под конец месяца два, то бишь четыре месяца ездил нормально, а последние два месяца как-то вот немножечко начал он дребезжать. Конкретно, что дребезжит, непонятно. Дребезжи они начинаются примерно на 18 километрах, я так замечал, 17-18. Ниже нет. Ну, если едешь по пересеченке, где вот такое, то там, конечно, раньше. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего, звук идет спереди. Воспроизвести мне сейчас его не получится здесь. В принципе, это может быть все, что угодно. Это могут быть даже кабели, которые просто люфтят и соприкасаются с той же, с рамой. Это нужно смотреть. Но я не знаю, как поставить эксперимент, чтобы выяснить конкретно, что там дребезжит. В целом же, звук этот настолько незначительный, и, наверное, его даже, чтобы услышать, надо сильно так постараться. Поэтому даже такой сумасшедший, как я, должен, наверное, сказать, что в плане бесшумности у него все замечательно. И это радует. Ну, конечно же, как я уже сказал, сейчас еще стоит учитывать небольшой стук при нагрузке на мотор к колесу заднее. Опять же, под нагрузкой я подразумеваю не тот факт, что оно, в принципе, само по себе работает, а момент, когда, например, оно именно что вот, когда ему сложно. Как будто что-то ему мешает вращаться. Кстати, не рекомендую на подъеме сильно полагаться на мотор. Просто включите первую и сами крутите педали. А то так и до перегрева недалеко. У меня ни разу не случалось, но это вполне возможно. Заканчиваем мысль с шумами. На самом деле здесь ведь важно не только внутренний какой-то перфекционизм или тот факт, что ты заплатил за это деньги и хотелось бы, чтобы оно не разваливалось, как старый тарантас, там, да, не дребезжало. Просто я лично, я поборник мысли, что сегодня оно дребезжит, завтра оно заскрипит, а послезавтра взорвется на ходу. Поэтому стараюсь такое сразу, конечно же, пресекать. Но в целом, если подводить черту, то езда комфортная и без особой головомойки. Это, значит, было основное, что я могу рассказать конкретно по этому велосипеду. Но не все. Есть еще кое-какие нюансы. Машина, велосипед, домик в деревне, да, ты не можешь просто взять, вложиться в них единовременно и больше, так сказать, к этой теме не возвращаться. Нет, приходится всегда что-то докупать, что-то докручивать, что-то доремонтировать, да. Здесь не исключение. Вот, например, как вы, наверное, без меня прекрасно знаете, да, раз в неделю нужно его обслуживать, как минимум, цепь, да, промыть, смазать ее, да. Есть машинки для промывания, вот, если они есть, то с ними, как-то, наверное, все-таки легче. Это проще, чем снять цепь выжимкой и потом надевать, ну, лично для меня легче. То есть, нужно немножко бензина или растворителя, а также смазка для цепи. Внутру колеса и вилки, скорее всего, удобрять придется литолом, но не вздумайте смазывать им другие места. Лучше использовать графитную или силиконовую смазку. Вот, еще можно попробовать кальциевую, но я ее не сумел найти. Раз в месяц колесо лучше снять. Я имею в виду оба колеса. Оба колеса лучше снять и смазать оси. У меня вот передний часто начинает, почему-то, скрипеть. И заодно очистить сальники от пыли. Раз в тот же месяц нужно чистить звезды. Щетки и прочие приспособления легко находятся сейчас уже в магазинах и на Алиэкспрессе. Раз в сезон, ну, то есть раз в год, как по мне, да, перед открытием велосезона стоит озаботиться полным обслуживанием вилки и мотор-колеса, разумеется, тоже. Это обязательно. Тогда ваша железная платва прослужит вам долго и надежно. Это, конечно, все не бесплатно, но все это необходимые траты денег и времени. Потому что, если этого не делать, то в итоге ремонт выйдет намного дороже, вплоть до покупки нового велосипеда. Кому это надо, да? Ну, и также не могу не пройтись по комплектации, да. В принципе, как видите, можно ездить и так, но лучше уж немножко поработать над ним. Если хотите, можно заменить заднее крыло на такое, которое не будет падать, знаете, без вот этого вот идиотского держателя, да. Если точно знаете, что вам багажник не понадобится, то вы можете его снять, вес будет меньше. Ну, правда, не на много, но все-таки будет. Обязательно нужны подсумки. У меня вот тут, как видите, такая хитрая система. Это, сразу говорю, плохая сумка вот эта вот. Боковых карманов нет, крепится к рулю долбанным шнурком, постоянно заваливается из-за этого на бок. Я из-за этого даже один крепеж для троса профукал где-то. К счастью, он легко заменяется обычной стяжкой. В итоге пришлось по-хитрому закрепить его еще и вот этой вот липучей лентой, которую от этой же сумки отрезал, чтобы не болтался. И да, с тех пор не болтается, но я такой шаманизм не люблю. Ты, блин, деньги тратишь, как ты хочешь, чтобы просто взял и поставил. Раньше тут еще была сумка сбоку, тоже не раз пытался с разным успехом что-то присобачивать. В итоге оторвалась. К счастью, ничего полезного в ней не было, но все равно обидно. Вообще, если найду вариант получше, вот эту вот фигню я выкину, даже жалеть не буду. Также еще я вот сюда одну маленькую сумку присобачивал. Здесь ключи, клей для машин и некоторое другое полезное дерьмо. Маленький подсумок удалось расположить над двигателем. В него умещается бутылка воды на пол-литра. Только самая такая вот обычная, но мне хватает. Закрыта она плотно, так что не бойтесь, не прольется. К слову, возить мобильник вот в этой же сумке мне не понравилось. Лучший вариант для меня как раз таки вот, тем более как для меломана, это вот такой вот крепеж. Он алюминиевый. Нет, не вылетает. Держит надежно, не люфтит. Купил на Али. Минус только один. Вот этот вот болт очень быстро, ну, скис-не скис, но резьба с него сорвалась очень быстро. Поэтому я сейчас стараюсь его лишний раз не откручивать. Ни в коем случае не берите пластиковый держатель. Скорее всего, телефон у вас не дешевый. И поверьте, для хорошего телефона лучше разориться там на 1000 рублей. И купить нормальный, железный, как у меня, алюминиевый держатель. Конкретно этот гражданин у меня для красоты, хотя он также служит как световой сигнал. Ну, и звуковой тоже. Хотя, как я уже сказал, звуковые сигналы вообще в принципе не работают. Люди их не слышат, тебя они не видят. Ладно, не будем о грустном. Освещение. Освещение здесь неплохое. В комплекте идет фонарь, который вполне хорошо освещает дорогу. Я не раз катался в темноте по лесу. Это на секундочку полная чернота. Не спрашивайте зачем, я сумасшедший, мне можно. Так вот, если ехать не больше 7-10 км в час, то вполне нормально все видно. В эти случаи мотор, конечно, лучше не использовать. Активируется фонарь на удержание кнопки вверх. А на удержание кнопки вниз, кстати, активируется пешеходный режим. Он, по идее, должен тебе помогать вести его в крутую гору. Может, я в неправильном месте его включил, или гора не слишком крутая была, но он так рванул прям вот из рук. Ну, его нафиг подумал, что тверлиться и выключил мотор. Да, наверное, все-таки гора нужна покруче. Но в целом тоже применимо. Возвращаясь к ночным поездкам. Не вздумайте ездить вечером и ночью без габаритов. В комплекте идет обычный долбанный катафот. Выкидывайте его нахрен и покупайте нормальный светящийся на батарейках. Любой. Но габариты должны быть. Крепится он на потедельный штырь. Однако, если у вас что-нибудь навалено на багажник, все, свет видно уже не будет. Учтите. Лучше бы его как-нибудь закрепили на крыле или на багажнике. Блин, раз уж эту хрень сюда в железную гигантскую поставили. Кустарная мысль пока вот не спасла ситуацию. Кстати, наличие нормального переднего фонаря уберегает от покупки отдельных девайсов. Я однажды купил такой фонарик, на него так, знаете, нажимаешь и он выскальзывает нафиг из держателя. И улетает просто на дорогу. Круто, да? Пристальней такого не было. Так что ночью ездить можно. Главное, аккуратно. Недостаток тут в том, что не видно, на какой скорости стоит переключатель. Ну, тут уже, наверное, ничего не поделаешь. Еще более важный вопрос, чем езда ночью, ребят, езда под дождем. Под дождем на велосипедах лучше, в принципе, вообще не ездить. Потому что независимо от того, есть там электрический мотор, нет там электрического мотора, есть движущиеся части, которые не любят воду, скажем так. Но, к сожалению, дождь нас не спрашивает, когда начаться, и он может просто заставить нас врасплох. С этой целью я ношу в задней сумке мусорный мешок. Обычный большой мусорный мешок, разрезанный для чего? Чтобы в случае чего можно было закрыть мотор. А также несколько маленьких кусочков для закрытия мест, где дырки в раме, куда уходят провода и кабели. Чтобы туда вода не налилась, лучше, конечно же, их закрыть. К сожалению, они держатся не очень хорошо, поэтому я с собой таскаю еще специальную ленту, резинки там всякие. Места они не занимают, есть не просят. А вот в случае что, ну, хоть какой-то шанс на спасение у меня будет. Также важно закрыть сам дисплей. То есть дисплей, батарея и дырки. Здесь дно рамы не перфорированное, поэтому в случае чего вода вытекать не будет, а будет там ржаветь. Если у вас возникла вдруг мысль, что можно самому взять перфоратор и сделать несколько дырок на нижней части рамы, не вздумайте. Очень легко попасть в трос или даже в кабель, и все. Все накроется медным тазом. Оно вам надо? Оно вам не надо. Теперь немного о падениях. Да, падал. Дважды за полгода. Не сильно, не больно, но так ощутимо бился конкретно велосипедом без повреждений. И это радует. Конечно, лучше на всякий случай купить защиту для переключателя. У меня, как видите, ее нет, потому что я дурак. А вы, пожалуйста, дураками не будьте, купите эту дрепиндюльку за 300 рублей, и пусть она вам стоит и мешать не будет точно уж. Ну и под конец, ребят, наверное, самое главное, по крайней мере, это действительно очень важный пункт – безопасность. Я сейчас имею в виду не шлемы там, перчатки и прочую защиту. Думаю, вы и без меня прекрасно знаете, что все это необходимо. Выпендриваться не стоит. Вот. Я имею в виду, как сделать так, чтобы ваш велосипед не угнали. В этом смысле безопасность. Так вот, рецепт простой. Чтобы ваш велосипед не угнали, нужно не оставлять его без присмотра вообще. Именно поэтому я вначале сказал, что ни конкретно эта модель, ни в принципе велогибриды для подобного не подходят. То есть нельзя на них приехать, допустим, в магазин, сесть там, закрепить и уйти. То есть, во-первых, у вас, ну, лично у меня, и я думаю, что у вас тоже на руле закреплено полно всяких гаджетов. Телефоны, подсумки. Вы же не будете каждый раз все это снимать, все это вынимать, накладывать в карман. Это же геморрой. А вы же знаете, как говорится, без вот этих вот всех биений там пяткой грудь, что только в России такое. Такое везде. Воры везде одинаковые, мрази везде одинаковые. То есть, да, если не сопрут что-то из сумки, сопрут саму сумку. Не сопрут велосипед, так перережет тебе трос какой-нибудь. Ну, просто. Из гадости. Как говорится, не съем, так хоть понадкусываю, да. Если вы думаете, это во-вторых уже, если вы думаете, что вы сейчас купите какой-нибудь замок из тех там, что рекламируют там какие-нибудь блогеры. Или там Дмитрий Пучков, помню, что-то снимал на этот счет там, да, в цепких лапах. Какой-нибудь крутой велозамок, и вот вы закрепите, и никто ничего не украдет. Ребят, не будьте, пожалуйста, наивными. Опять же, на том же Ютубе можете найти полно роликов, где как раз-таки демонстрируется, как легко ломаются подобные защиты. Я заостряю внимание на слове защиты. То есть, все вот эти вот тросы, вот эти вот маленькие тросики, они все легко перекусываются. Большие тросы с цепями перекусываются чуть сложнее. То есть, понадобится не 5 секунд, а 15. Ну, это несерьезно. Вот эти большие замки, они взламываются. Сейчас многие колеса на анкерах, они легко снимаются. Поверьте, если вы увидите на месте своего велосипеда колесо, вас это не обрадует. Вот. Часто там сейчас какие-то придумали магнитные замки, которые мешают ротору крутиться. Но правильно, человек пойдет и погнет вам ротор, как минимум, как максимум. Блин, ребят, велосипед просто на спину, на загривке и побежал, побежал. Все. Если вы думаете, что прохожие откликнут его, то нет. К сожалению, многие люди, это не в укор будет сказано, это просто бытовой факт. Многие люди, они безучастны к жизни друг друга. Если они увидят велосипед, они подумают, как минимум, ну, может, это его, да. А как максимум, ну, в чем будем вмешиваться, кому все это надо, да. Поэтому, ребят, если хотите ездить в магазин, например, там куда-то за продуктами или еще там на почту, то купите самокат. Можно даже электрический. Купите моноколесо, если вы хотите попробовать что-то такое экзотическое. Я знаю лично таких вот райдеров. Прикольная, кстати, вещь. Вот. Но L-Гибрид здесь не подойдет. Я, кстати, сам думаю вот о покупке самого простого самоката. Не обязательно даже такого с мотором. Чтобы просто вот взять, доехать, сложить его вот так вот на плечо, как меч Dark Souls, да, войти в магазин и нормально. Хотя, я должен сказать, кстати, что в некоторые магазины почему-то с самокатами не пускают, а с моноколесом пускают. Странно. Но, впрочем, такое дело. Дело житейское. Раз на раз не приходится. Зависит еще, конечно, от дипломатических навыков ваших и охраны. Что ж, ребят, на этом все. Конечно, я понимаю, что я, как обычно, нашел идеальное время для подобных обзоров. Это конец велосезона. Сейчас середина сентября. Уже довольно-таки прохладно. Но я точно знаю, что я буду кататься, пока не выпадет снег. Разумеется, сейчас, по крайней мере, в следующей неделе должна быть неделя дождей. Но потом такой будет просвет. Я продолжу кататься. Я люблю кататься на самом-то деле. И пока не выпадет снег, я не пересяду с велосипеда на лыжи. Но зимой, конечно, кататься на нем я не буду. Потому что боюсь. Боюсь, что сломаю. Боюсь, что неправильно буду его эксплуатировать. И он просто выйдет из строя. И банально боюсь расшибиться. Потому что зимой, ну, как-то немножко... Как минимум, нужно какие-нибудь, не знаю, зимние шины. Я не уверен, что такие есть для велосипеда. Да и вообще, я куплю себе лыжи. Чего и вам, кстати, тоже желаю. Вот. Как говорится, бросай курить с тобой на лыжи. Что ж, я надеюсь, ребят, этот обзор помог вам хоть чем-то. Потому что... Ну, я уже говорил почему. Потому что, я думаю, сейчас как раз-таки растет спрос на подобный вот вид транспорта. Он, правда, удобен. Он, правда, хорош. Если вы хотите, никого не слушайте. Типа там вот фу, там это для слабаков, не для слабаков. Вот абстрагируйте от всего вот это вот биение пяткой себя в грудь. Какие что? Настоящий мужик должен до усер крутить педали. То есть, если, например, вот я без мотора въезжаю в какую-то не очень крутую, но довольно продолжительную по расстоянию горку, то когда я в нее въезжаю, я на это трачу в итоге все силы. И на вершине этой горы, я думаю, господи, скорее бы уже домой. Раньше я думал именно так. И, кстати, я пробовал въезжать без мотора. Мысли все те же. А потом ты понимаешь, что ты сейчас, во-первых, съедешь с горки, а потом в случае чего ты устанешь, ты включишь мотор и поедешь нормально. Это очень приятное ощущение. И я надеюсь, если вы будете выбирать велосипед, то это руководство вам поможет. Потому что, к сожалению, таких вот обстоятельных рассказов спустя 6 месяцев, как минимум, эксплуатации не очень много. Я еще хотел бы посмотреть, что с ним будет через полгода, через полтора года. Говорить дальше, чем за полтора года не буду, потому что вполне возможно, что кто знает, может, чем-нибудь еще себе другое куплю. Может, вообще машину куплю, может, вообще вертолет куплю. Не будем загадывать. Что ж, приятных вам, ребят, поездок. Будьте внимательны, предельно внимательны на дорогах, это вам не шутки. И мойте руки перед колдовством. И перед поездкой тоже. Ну, пандемия же. Субтитры создавал DimaTorzok